Первая эко-гостиница для птиц в Югре появилась на территории одной из сургутских школ. Над созданием скворечников из натуральных материалов трудились преподаватели и ученики. Свой вклад в уникальный объект сделал и художественный музей. Работники культуры помогли превратить калаш из птичьих домиков в настоящий арт-объект. Чем вдохновлялись школьники и какие решения нашли, чтобы не навредить природе в процессе создания эко-гостиницы, узнала Мария Ливанян. Натуральные материалы, безопасные крепления и ручная работа. На территории сургутской школы профессиональной подготовки для обучающихся с ограниченными возможностями появилась первая в округе эко-гостиница для птиц. Идея создания такого уникального проекта принадлежит учителю технологии. Проект он лет 10 точно, если не больше, он по всему миру идёт. Но как бы мы тоже не хотели остаться в стороне, следим за экологическими проектами, модными проектами дизайна, в том числе и ландшафтного. И поэтому грех не воспользоваться вот таким подарком природы, которая выросла на территории нашей школы. На создание эко-гостиницы для птиц преподаватель вдохновил своих учеников. Ребята сделали десятки скворечников на уроках технологии. Мы это с серьёзностью приняли. Мы рады помочь птицам, чтобы прилетали, и у них был домик. Вдохновлялся Виктор Радамазов проектами датского дизайнера Томаса Дамба. Помимо создания непосредственно птичьих домиков, предстояла и другая, не менее филигранная работа – установка скворечников. Для этого привлекли подъёмник. Придумали, как закрепить поделки, чтобы не навредить дереву. Решили применить специальные эко-замки. Из фанеры выпиливается, видите, контур замка. Вот они там повыше, груз потяжелее и, соответственно, замочки посерьёзнее. Одна сторона крепится плотно, а вторая натягивается. Сделать из простых скворечников настоящий арт-объект школе помогли сотрудники Сургутского художественного музея. Специалисты разработали фирменный стиль проекта, участвовали в тематическом оформлении домиков. Такое удивительное событие, как создание первой экологической гостиницы для пернатых в нашем округе. Я думаю, что это первый шаг к таким гостиницам по всему округу. И вот просто честь и хвала ребятам, которые здесь учатся, что они создали такую замечательную гостиницу, такой птичий дом. Музей сотрудничает с Сургутской школой профессиональной подготовки для обучающихся с ограниченными возможностями уже около 10 лет. В планах и дальше поддерживать ребят в реализации собственных идей и привлекать воспитанников к своим проектам. Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.